Всем привет! Меня зовут Муравьев Кирилл, и я занимаюсь определением параметров нейросети, подлежащих оптимизации. Как известно, оптимизация глубоких нейросетей — это задача высокой вычислительной сложности, требует больших вычислительных ресурсов и временных затрат. Ну и разные параметры сходятся с разной скоростью. Для каких-то нужно небольшое число шагов, для каких-то — большое. Поэтому предлагается в процессе обучения определять параметры, дальнейшая оптимизация которых не принесет существенного результата, и удалять их из множества оптимизируемых. По данной теме есть несколько работ. Первая описывает в общих чертах вероятностный подход к обучению нейросетей. Вторая использует стахастическую динамику. Это когда шаг градиентного спуска задается вероятностным распределением, и это распределение динамически меняется в процессе. Третья работа описывает стахастическую динамику с матрицей коэффициентов вместо константного шага. Все эти работы делают, во всех этих работах алгоритмы делают одно и то же число шагов для всех параметров. В моей работе предлагается для некоторых параметров отключать оптимизацию через какое-то число шагов. Рассмотрим формальную постановку задачи. Нам дана выборка, модель, которая ее апплексимирует. Шаг градиентного спуска задается оператором t. Также у нас есть вектор оптимизируемых параметров. Он состоит из нулей и единиц и отвечает за включение и выключение параметров из множества оптимизированных. Есть вектор бета. Это вектор параметров, который включается в нейросеть. Он тоже состоит из нулей и единиц. Количество единиц в векторах альфа и бета фиксировано и сдается заранее. Оптимизация только тех векторов, которые есть, только тех параметров, которые есть в векторе альфа, задается оператором t по альфа. Задача состоит в том, чтобы найти оптимальные вектора альфа и бета, которые минимизируют функцию ошибки. Базовый алгоритм, решающий эту задачу, определяет параметры с максимальной суммой за последние t шагов перед отключением, с максимальной суммой градиента, абсолютных значений градиентов, и оставляет в оптимизации только их. Остальные ударяют из множества оптимизируемых. И также алгоритм оставляет параметры незануленными, те, у которых максимальная веса, а у которых наименьшее значение весов из сети удаляются. Основной алгоритм, решающий данную задачу, рассматривает ковариационную матрицу стахастического градиента. Но у нас в стахастическом градиентном спуске градиент по случайному подможеству параметров имеет распределение. Обозначим его ковариационную матрицу за c. На основе этой ковариационной матрицы вычисляется так называемая precondition матрица h. Здесь s – это batch size, который используется при обучении, n – это число параметров нейросети. Матрица h используется в качестве шага градиентного спуска. Она домножается слева на градиент. Алгоритм считает подлежащими оптимизации те параметры, у которых произведения precondition и градиента наибольшие. Чтобы оценить качество, был проведен вычислительный эксперимент на выборке МНИСТ. Выборка представляет собой классификацию рукописных цифр. Она была поделена на обучающую размера 60 тысяч и тестовую размера 10 тысяч. В ходе эксперимента сравнивались три метода отключения и оптимизации параметров на основе ковариаций и precondition матрицы, на основе градиента и случайной. На графике по оси ординат качества экруси по оси абстриц процент параметров с отключенной оптимизацией после 100 шагов. Видно, что если отключить оптимизацию для 60%, например, после 100 шагов, качество сильно не упадет. Оно останется на уровне 96%. Ну и метод на основе precondition показывает чуть лучшее качество, чем остальные. Также в ходе эксперимента сравнивались методы зануления весов нейросети, пролеживания. Два метода сравнивалось, который смотрит на веса и который выбирает параметры случайно. Видно, что даже если вырезать из сети 80% параметров, качество не проседает. Оно остается выше 95%. Что ж, подведем итоги. Мы представили формально задачу определения параметров сети, для которых требуется дальнейшая оптимизация. Провели эксперимент и в ходе эксперимента сравнили разные методы оптимизации. Спасибо большое за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы.